МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Под мелодию кофе и прямого эфира Просыпаются мысли о спасении мира". БЛИЦ ГФМ. Разбуди вдохновение. Способна ли республика обеспечить собственные потребности жителей МРИЛ в основных продуктах питания? Например, только в сельскохозяйственной сфере в регионе работают более 200 предприятий. От небольших фермерских хозяйств до крупных холдингов. Отправившись на встречу с производителями, работающими на местный рынок, мы попытались выяснить, чем и как они могут заполнить освободившиеся полки в магазинах. Работать на сельхозпредприятие Галина Алмаматова пришла более 30 лет назад. С тех пор дома на стол ставят исключительно наши овощи и фрукты. Кто знает, что там нахимичили. Опытный овощевод не скрывает своих подозрений по поводу импортных продуктов. Только наши тепличные огурцы и помидоры. Больше никакие. Потому что они растут на грунте и без всяких удобрений, химикатов. Всего здесь, на площади в 14,5 гектаров защищенного грунта, ежегодно выращивают до 5 тонн овощей. Обеспечить магазины республики собственной продукцией на морейских сельхозпредприятиях готовы давно. Только вот местного урожая на прилавки попадает не более 25%. Остальные 75% привозят, в том числе и из-за границы. Хотя разнообразие и качество наших культур зачастую превосходят зарубежные аналоги. Красивые огурцы. Рубашка бугорчатая. Ну то есть его не спутать ни с каким заграничным огурцом. Из-за границы в основном к нам везут какой огурец? Более длинный, гладкий. Бугарков на нем нет. И тот огурец, конечно, который везут из-за рубежа, но больше сейчас, наверное, с Китая идет поставка. Он ведь собран 2-3 недели назад. Ну минимум пусть неделя. Какие процессы идут? Как он готовится к реализации для того, чтобы хранился? Мы не знаем. Поставка свежих овощей прямо с грядок на прилавки магазинов начинается уже в первых числах февраля и продолжается по середину ноября. Для того, чтобы в оставшиеся 2,5 месяца в году полностью перейти на импортозамещение, необходимо перейти на досвечивание, то есть выращивание овощей при дополнительном освещении. Эти технологии в настоящее время как раз и отрабатывают на предприятии. Этой осенью здесь планируют собрать почти 1000 тонн картофеля, 300 тонн моркови и свеклы, еще полторы тонны капусты. А готовы выращивать гораздо больше. Был бы, как говорится, спрос. По оценкам последнего месяца можно сказать, что спрос действительно увеличивается. Увеличиваются объемы поставок в Дальний Север, увеличиваются поставки и в большие города. И в нашем городе тоже увеличиваются объемы, как в своей сети, и как в других магазинах. Кстати, опасения, что запрет на импорт овощей из стран Евросоюза повлечет за собой увеличение цен на местную продукцию в Мариел пока не подтверждаются. Да и ассортимент на прилавках меньше не стал. Здравствуйте, а у вас фрукты и овощи российских производителей? Все. Перец у нас Астрахань, Волгоград, помидорки тоже Астрахань, Волгоград, огурчики у нас Горномари и тепличная, местная теплица. Скажите, пожалуйста, а цены подросли в связи с последними событиями? Не на один рубль. Полностью остаются те же самые, но дешевле из-за того, что изобилие яблок по району слишком большое. То есть можем обойтись без импортных? Без импортных, конечно, да. Всего в Мариел более 200 сельхозпроизводителей. Это фермеры, средние и крупные хозяйства. Как отмечают в Минлесхозе республики, в этом году по сравнению с прошлым планируют собрать овощей, в том числе картофеля, в разы больше. Более чем достаточно производит республика зерновых культур, а также молочной и мясной продукции. Мы потребляем в месяц, вернее, сегодня, где-то около 5 тысяч тонн республика потребляет. А мы в месяц производим сегодня около 20 тысяч тонн. Вот еще мы 15 тысяч тонн, если разделить, то сколько получается в день отправляем мясо. Хотя запрет на импорт продовольствия из стран Евросоюза был введен месяц назад, многие покупатели свой выбор сделали давно. Своё просто вкуснее. Очень готово. У нас всё российское. Да, у нас российские продукты замечательные, поэтому импортных нам не надо. Надо всё есть, и импортное, и неимпортное. Конечно, готово, чтобы поднять наше хозяйство, поднять своё сельскохозяйство. Всё это должно быть в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова